В рамках восьмого российско-китайского экспо, который проходит в Харбине, губернатор Приморья Олег Кожемяка представил экономический и инвестиционный потенциал края китайским компаниям. Глава региона предложил потенциальным инвесторам рассмотреть возможность участия в проектах по различным направлениям. Международные транспортные коридоры Приморья-1 и Приморья-2 имеют высокий потенциал для дальнейшего развития интеграции в транспортные маршруты Азиатско-Тихианского региона. И мы видим в этом большой потенциал, в том числе и по дальнейшему продолжению строительства трассы Владивосток-Находка, где рассмотрим вопросы частного государственного партнерства. Такие задачи сейчас стоят перед нами, и в общем-то согласованы с правительством Российской Федерации. На территории края располагается шесть замерзающих портов. Три из них включены в опорную систему морских портов Российской Федерации. И по итогам прошлого года грузооборот наших приморских портов составляет 18% всего грузооборота морских портов России. Логистическая инфраструктура в Приморье активно развивается. Строятся пункты пропуска. После выхода их на проектную мощность это будет 900 тысяч автомобилей в год. Кроме того, губернатор Приморья представил возможности для выхода китайского бизнеса на территорию Приморья. В Приморском крае действуют режимы свободного порта. Четыре территории, переживающие социально-экономическое развитие. И безусловно, эту работу у нас ведет инвестиционное агентство Приморского края, которое предлагает максимально удобные условия для инвесторов. На территории ТОР и СПВ «Владивосток» порядка 40 у нас проектов с участием иностранного капитала. Причем вложено уже более полутора миллиарда, если в высочетениях юаней. Из них 650 – это инвестиции китайской стороны. Ранее для усиления сотрудничества в Харбине и Доляне открыли представительство Приморского края. Юлия Ракотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.